МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По многочисленным просьбам заслуженный гармонист России Владимир Бутусов. Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, Ты не спишь до рассвета, ты грустишь обо мне. Поддержим победу, тебе я приеду На горячем и по его мкане. Поддержим победу, тебе я приеду На горячем и по его мкане. Приеду весной, ворота открою, Я с тобой, ты со мною, неразлучный вовек. В тоске и тревоге не стой на пороге, Я вернусь, когда растает снег. Моя дорогая, я жду и мечтаю, Улыбнись, повстречая, был я храбрым в бою. Эх, как бы дошить бы, До свадьбы женить бы И обнять любимую свою. Эх, как бы дошить бы, До свадьбы женить бы И обнять любимую свою. Эх, как бы дошить бы, До свадьбы женить бы И обнять любимую свою. Эх, как бы дошить бы, До свадьбы женить бы И обнять любимую свою. Эх! Здравствуй, Володя! Здравствуйте, Александр! Привет всем зрителям телеканала «Жар-птица». Спасибо, что согласился прийти к нам. Зрители давно-давно меня просили, Что приведи еще раз Владимира Бутусова. Потому что снимали мы с тобой программу Последний раз в Крыму. Это было в 19-м году. Это было уже достаточно давно. И Володя показывал тогда И черепашечки-гармошечки, И саратовскую гармошечку. А сегодня он пришел к нам с баяном И со своим прекрасным голосом. И сегодня он нам будет исполнять песни. Все же для вас, дорогие наши телезрители. И напомню, Володя, Липецкий сам? Да, город Донков Липецкой области. Школа, музыкальная школа. Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповича. Город Воронеж. И уже Москва. И Москва, да. И уже давно в Москве. Занимаешься концертной деятельностью. И вот сегодня Владимир Бутусов Будет петь для наших телезрителей Самые различные песни. Начал он, наверное, с одной из самых любимых песен Нашего народа. Ты ждешь, Лизавета. А что нам покажешь ты еще, Володь? Ну, я думаю, сегодня будет актуально Показать новый репертуар. Ну, конечно. Который мы совместно с моим другом Владимиром Зориным Создаем для, надеюсь, будущей Концертной деятельности. Уже много песен обнародованы, Записаны в интернете. И даже некоторые песни стали поистине народными хитами. И поэтому сегодня вот под живой звук Своего электроакустического баяна Хочу показать несколько песен И рассказать об их создании И спеть для вас. С какой начнем? А начнем мы с самой первой нашей песни, Которая посвящена отличному месту в Москве, На котором мы познакомились И провели достаточно большое количество времени С автором «Борисовские пруды». Давай. А на Борисовских прудах шум и гах Веселиться народ тут и там Рыба-утки веселье кругом Я как будто опять стал мальцом В детстве бегал на пруды я тайком Рыбу вместе ловили с отцом Песни пел, на гармонии играл А народ нам с отцом подпевал Ах, пруды вы, пруды, пруды, пруды Сколько было всего на пути Повидали вы в жизни пруды И холодной, и теплой воды Повидали вы в жизни пруды И холодной, и теплой воды Сколько жизнь покружила меня Как перчатки менял города Видел тундру и степь и тайгу Я объездил почти всю страну Только где бы не был я и не жил Отчий дом наш всегда я хранил Повстречал я рассвет и закат И к прудам возвратился назад Ах, пруды вы, пруды, пруды Сколько было всего на пути Повидали вы в жизни пруды И холодной, и теплой воды Повидали вы в жизни пруды И холодной, и теплой воды И холодной, и теплой воды А на Борисовских прудах тишина Час вечерний светит только луна И плывет ночи над тихой водой Образ храма, что хранит тот покой Сколько в жизни не терял я друзей Видел много хороших людей Но никто мне не стал дорог так Как они, с кем я рос на прудах Ах, пруды вы, пруды вы, пруды Столько было всего на пути Повидали вы в жизни пруды И холодной, и теплой воды Ах, пруды вы, пруды вы, пруды Столько было всего на пути Повидали вы в жизни пруды И холодной, и теплой воды Владимир Бутусов Заслуженный гармонист России Исполняет сегодня авторские песни Музыка ведь твоя? Нет, музыка наша общая с Владимиром Зориным Музыка слова Владимира Зорина Вот в следующий раз, Олодя, приводи Владимира Зорина к нам в передачу Я знаю, что он очень скромный человек Но такого прекрасного автора, конечно Тоже надо показывать нашим телезрителям И я вот очень ценю Больше всего ценю в исполнителях Именно авторский материал Собственный авторский Потому что можно петь Перепевая друг друга Но когда есть свои песни Это гораздо ценнее, правда? Да, когда они именно По каким-то жизненным еще мотивам По жизненным ступенькам То это еще Еще круче Да, еще главнее Ну давай продолжаем тогда песню Написанную вами совместно С Владимиром Зориным Программа называется Гармонисты России Да Поэтому в честь этого знаменательного события Тоже есть песня Гармошечка называется Гармошечка Гармошечка Ты гармошечка родная Сердце дорога Сколько лет тебя мы знаем Ах ты молода Льешься песней И кушишь танцем Как сама судьба Любит вся тебя Россия Матушка земля Эх, садорная гармошечка Водки в два ряда Так, Катюша, на войне Ты нам дорога Так, Катюша, на войне Ты нам дорога В годы все военные Рядом ты была Согревала сердце Нас за собой звала В бой мы шли с тобой всегда И тебя храня Чтоб когда Катюшу пели Рядом ты была Эх, задорная гармонь Топки в два ряда Так, Катюша, на войне Ты нам дорога Так, Катюша, на войне Ты нам дорога И с тех пор звучит Катюша В каждом уголке А гармонь все греет душу Будто на войне И поет краса девчина Милому бойцу Про любовь свою девичину Родину свою Эх, задорная гармонь Кнопки в два ряда Так, Катюша, на войне Ты нам дорога 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 В эфире русско-народная телепередача Гармонисты России Сегодня в гостях По многочисленным просьбам Заслуженный гармонист России Владимир Бутусов Сегодня он вот с таким баянчиком Баянчик электронный Он и акустически играет Как живой инструмент Так, у него есть электроника То есть, наоборот Вот как живой инструмент Все по-честному И также можно добавить Звуки оркестра Ансамбля любого А, то есть Миди-система встроена здесь? Да, да Обычно вот я Сколько видел гармошек, баянов Миди-система здесь Выносная А у тебя уже она встроена Я смотрю Ну, на правах рекламы Это уже третье поколение Нашей миди-системы А, это третье Вот здесь все находится А, все уже скрыто Все уже скрыто Ну, и ставят, ребята ведь Ставят миди-системы Конечно, конечно Это достаточно интересно Это по-современному И знаю, что ставите Даже вы и в гармонии И в баяны Ставите микрофоны Простые микрофоны Микрофоны, да Микрофонные системы И, конечно, звучание Даже вот, я говорю У нашего коллеги У народного гармониста России Сергея Борискина У него же наград На маленьких шуйских гармошечках И кнопок-то мало И у него один микрофончик вставлен Самый-самый простой Просто он сам ставил Что-то там запаял Направил на бас И уже бас идет Настолько сочно И настолько это красиво Поем дальше, Володя Так как Владимир Зорин Имеет непосредственное отношение К защитникам нашей Родины У нас есть песня Которую мы написали К 9 мая Также она очень хорошо звучит И 23 февраля Песня Возможно, тоже из истории Военной жизни Называется «Фронтовая любовь» Бронтовая любовь Бронтовая любовь Сколько лет пронеслось Бронтовая любовь Пережить столь пришлось Повстречал я тебя В те лихие годы И спасла ты меня Дорогая моя Фронтовая любовь Ты подруга моя Фронтовая любовь Как мог жить без тебя Фронтовая любовь Помню все, как вчера Фронтовая любовь Ты в сердцах навсегда Фронтовая любовь Снится пламя боев Снятся раны друзей Слышу плач матерей Будто память моя Будто память моя Сохранила года И тебя для меня Дорогая моя Фронтовая любовь Ты, подруга моя, фронтовая любовь, Как мог жить без тебя, фронтовая любовь? Помню все, как вчера, фронтовая любовь, Ты в сердцах навсегда. Тем, кто верил и ждал, и кто честь не терял, Слава всем матерям, слава дедам, отцам, В память павшим в бою, я молитву шепчу, Фронтовая любовь, споем песню свою. Фронтовая любовь, ты, подруга моя, Фронтовая любовь, как мог жить без тебя, Фронтовая любовь, помню все, как вчера, Фронтовая любовь, ты в сердцах навсегда. Фронтовая любовь, помню все, как вчера, Фронтовая любовь, ты в сердцах навсегда. В эфире русско-народная телепередача «Гармонисты России». Заслуженный гармонист России Владимир Бутусов сегодня у нас в гостях. Поет Володя сегодня авторские песни. И вот последний раз снимали в 2019 году в Крыму телепередачу. И вот за эти три года, Володя, я вот как бы так вот по интернету смотрю, но вживую, я тебе хочу сказать, ты стал петь в 10 раз лучше, чем раньше. Ты занимаешься вокалом, потому что ты не учился на вокал. Чувствуется, что вы чувствуете, но я стал заниматься немножко. Стал заниматься вокалом? По мере возможностей и временной. Потому что, ну, баянист, все равно баянист больше аккомпаниатор. И петь самому, по большому счету, не надо. Потому что желающих петь сколько угодно найдется, правда? А здесь тем более интересно. Конечно, интересно. Это очень здорово. Очень. Я несказанно этому рад. И так приятно слушать. И такой голос липецкий. Устараюсь. Даже где-то временами такие вот липецкие нотки проскакивают. Знаю, что есть песня еще авторская. Что-то про зиму, что-то про весну. Да, но учитывая погоду сегодняшних реалий. Да, погода может быть. Хотя передачу можно и летом посмотреть. Да, можно и летом посмотреть. И весной, и зимой. Песня про любовь. Владимир Зорин видит мои отношения в семье. Знает мою супругу лично. И на очередной наш какой-то год совместной жизни у него родилась такая песня. Он говорит, Володя, вот это вот вам. Вот это. Пой про тебя, про Юлю. Сыну-то сколько, кстати, уже? Сыну уже 12 лет. Он стал уже лауреатом международного конкурса по балалайке недавно. Следующую передачу? Пообещай мне, что в следующую передачу вместе с сыном и с балалайкой. Договорились? Договорились. Договорились. Ну что, весна? Зима-весна. А, зима-весна. Небо распушилось, звезды заискрились. Где-то там вдали весна. Сколько в жизни видел, сколько всего слышал, где-то ждут меня, друзья. А, зима-весна. 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 Программа «Гармонисты России». Заслуженный гармонист России Владимир Бутусов сегодня у нас в гостях со своими авторскими песнями. То есть песни написаны совместно с Владимиром Зориным, прекрасным автором. Музыку написали вместе. Вместе старались. Да, вместе старались. И еще, Володя, вот о чем хочу с тобой поговорить. Я вижу же и слежу за твоим творчеством и по интернету. Сейчас достаточно просто. Столько там всяких разных способов друг за другом подсматривать, так сказать, в интернете. Потому что мы же все выкладываем, мы же творческие люди. И это достаточно интересно. И я обратил внимание, что стали и ты, и твой коллектив, но главный организатор ты, стали работать в гнезде глухаря. Это вот в таком концертном зале в Москве. Это один из самых престижных концертных залов. Потому что там выступают, играют и показывают свое творчество только артисты очень высокого уровня. Так просто с улицы туда не попадешь, что я вот типа тут приду попеть. Когда-то это все начиналось как бардовская песня, опять же. И к тому же возвращается, мы же возвращаем ту же бардовскую песню, авторскую песню, но уже не под гитару, а может быть мы играли на гитаре, мы бы и пели под гитару эти же самые песни. Но наш инструмент – баян, гармонь, поэтому мы вот поем. Поэтому поздравляю я тебя с тем, что ты раз в месяц поешь в таком прекрасном заведении. И желаю, чтобы приглашал туда именно хороших артистов, чтобы пели и люди приходили туда с удовольствием. Продолжайте, Володя. Обязательно приходите. Кто будет в Москве, «Жарптицу» смотрят по всей России и даже за границей. Но когда вы окажетесь в Москве, обязательно ждем. Да, обязательно на концерты следите за рекламой. Ну что, поем дальше, Володь. Да, песня, ставшая уже народной, клип, который в исполнении Владимира Зорина и заслуженного артиста России Валерия Семина уже давно крутится на телеканале «Жарптица». Автор Владимир Зорин, аранжировка Валерия Семина, «Верба». Поем все вместе. Распустилась под окно, вспоминая о былом. Как когда-то молода, полюбила я сеня, Повстречала, оплела, ярким солнцем рассвела. Говорила, милый мой, я люблю тебя, родной. Верба, верба, солнце цвет, верба, верба, краше нет. Я люблю, я прошу, дай мне рученику свою. Я люблю, я прошу, дай мне рученику свою. Обещал я сень любить, на руках вербу носить, Целовать да миловать, только солнцем называть. Говорил, что будет он верным мужем и отцом. Дом построит, сад посадит, птицу счастья он достанет. Верба, верба, солнце цвет, верба, верба, краше нет. Я люблю, я прошу, дай мне рученику свою. Не бегут, пришла весна, верба снова расцвела. Появились уж ростки, вербы, ясеня, сынки. Пусть растят они юнцов, честь храня своих отцов. Знают, в жизни нет важней, чем здоровье матерей. Верба, верба, солнце цвет, верба, верба, краше нет. Я люблю, я прошу, дай мне рученику свою. Я люблю, я прошу, дай мне рученику свою. Верба, 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 с тобой всю жизнь я буду. Верба, верба, ту встречу не забуду. Верба, верба, как я люблю тебя, любовь моя. Верба, верба, судьба свела с тобою. Верба, верба, любовь пришла весною. Верба, верба, любовь пришла к нам навсегда. Заслуженный гармонист России Владимир Владимирович. Бутусов в программе гармонисты России. Хорошо поем про любовь, про вербу. Про весну. Про весну, да, и про осень. Раньше, я сейчас вспоминаю, я уже достаточно давно живу на этом свете, я вспоминаю то советское телевидение, те передачи советские и различные встречи с творческими людьми. И был один из таких вопросов, вот интересный вопрос. Расскажите о своих дальнейших планах. Вот и я спрошу, что впереди-то, Володь? Ну сейчас, как говорят новостные сводки, планы надолго строить бессмысленно, но мечтаем. А у нас такая профессия, мы без планов жить не можем. Мы не можем так сделать, чтобы сегодня объявили концерт, а завтра его уже надо провести, потому что никто о нем не узнает, и зрители не придут. Поэтому планы строить надо всегда на год вперед. Да. Ну прежде всего, конечно, хочется заниматься творческой деятельностью, продолжать увеличивать качество, наращивать темпы, создавать новые композиции. Конечно, хочется заниматься больше концертной деятельностью, хочется больше ездить по городам. Конечно, хочется путешествовать и не только по России, но и за рубеж. Пусть заниматься нашей деятельностью по пропаганде баяна, аккордеона гармонии, ремонту, восстановлению инструментов, разрабатывать новые идеи, связанные с электроникой, нанотехнологиями. Да, нанотехнологиями. И превращать все наши мечты и мечты наших братьев, коллег, гармонистов, гармонистов России и не только, в жизнь. Вот это самое главное. Правильно, Володя, правильно. Ну что ты поешь еще к нам? Я хочу исполнить песню, которая уже поистине стала народным хитом. Вот народная. Что такое народная песня? Ну это, которую поют все. Ведь у каждой, даже у самой-самой древней песни, мы часто говорим об этом в нашей передаче с различными исполнителями, что такое народная песня. И вот как ты считаешь, что такое народная песня? Могу небольшую предысторию рассказать, связанную с песней «Подмосковные вечера». Написал музыку Соловьев Седой, если я не ошибаюсь. Так вот, в припеве мелодия была более витиеватая в концовке, но когда эта песня стала обнародована, люди ее подхватили и стали петь, ну, немножко по-другому, как бы упрощая. Ну и товарищ композитор переписал, говорит, пусть так и будет. Поэтому всегда интересные композиции, которые действительно цепляют. Мы никогда не можем угадать, что зайдет, а что не зайдет, говоря современным языком. Поэтому просто создаем, делаем, аранжируем, исполняем, а там уже как народ проголосует, так и будет. Я вот считаю, если, ведь у каждой песни есть автор, у каждой абсолютно песни есть автор. Даже там 200 лет или 500 лет песня написана, там как там «Люли-Люли», но ведь и «Люли-Люли» тоже кто-то написал. Но если песня ушла в народ, и народ ее поет, хотя у песни есть и автор стихов, и автор музыки, но поет народ и поет массово, значит, конечно же, эта песня народная. Вот из таких. Одна из таких песен — это тоже музыка и слова Владимира Зорина. Песня написана для женщины, как будто от женского лица. Но поют ее все. «Не выпрашиваю любовь» называется. А повстречала я тебя, незнакомого, засияла, будто роза дареная. Полюбила я тебя слово за слова, сама стала на себя непохожая. Только гордость я тогда не оставила, твоим чувствам воли я не позволила. Ты пошла домой одна со свидания, проводить тебе себя не позволила. Не выпрашивай, любовь, не выпрашивай, полюби меня такой, не расспрашивай. Полюби меня такой, не расспрашивай, буду рядом я с тобой, не упрашивай. И сама не знаю я, что он наделала, не просила проводить, просто смелая. Только он пошел за мной, улыбается. Видно, стала для него я красавица. А вот тогда я поняла, что наделала, полюбила незнакомого смелого. И взяла его под ручку доверчиво, пригласила к себе в дом на крылечко я. Не выпрашивай, любовь, не выпрашивай, полюби меня такой, не расспрашивай. Полюби меня такой, не расспрашивай, буду рядом я с тобой, не упрашивай. Вот и молодость прошла, не заметила. Побелели уж виски, мужа встретила. Столько лет прожили мы, как соловушки, всегда были хороши, всегда молоды. Вспоминаю я не раз то свидание, когда встретил ты меня незнакомую. Когда встретила тебя незнакомого, полюбила навсегда, дала слово я. Не выпрашивай, любовь, не выпрашивай, полюби меня такой, не расспрашивай. Полюби меня такой, не расспрашивай, буду рядом я с тобой, не упрашивай. Не выпрашивай, любовь, не выпрашивай, полюби меня такой, не расспрашивай, полюби меня такой, не расспрашивай. Буду рядом я с тобой, не упрашивай. Вот и подошла к концу наша русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодня в гостях у нашей телепередачи был очень известный у нас в стране музыкант, гармонист, баймист, заслуженный гармонист России Владимир Бутусов. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч. До свидания. Продюсерский центр «Русская гармония».